Мы привыкли наблюдать, что наши автомобили в некоторой степени сталкиваются с предвзятым отношением, когда в сравнении ставят более надежные машины других стран. Но это авто уникально. В этом выпуске речь пойдет о малоизвестной странице советского автопрома. На заре 80-х мир славился грузовыми машинами малой грузоподъемностью. Это была такая техника, как Ивека Дейли, Форд Транзит, Мерседес Бенз 307. Все они относились к тоннажности до полутора тонн. В СССР тоже тем временем понимали потребность в таких грузовиках. Ведь тогда в их собственности не было таких машин. Все, что они выкатывали на рынок, это были фургоны Ереванского автозавода. Но задание для строительства нового грузовика пришло с самой верхушки КПСС. Были подключены к работе и специалисты НАМИ и Ульяновского автозавода. Машина получила название УАЗ 3727. Это авто должно было стать лучшим аналогом зарубежных авто, которые СССР приобрели на тот момент. Под капотом нужен был мощный 70-сильный дизель, такой же, как и двигатель от Ивека. Так было собрано несколько образцов. И так на закате 80-х машина стала претендовать на серийный выпуск общим тиражом 40 тысяч единиц в год на заводе в Азербайджане. Но из-за отсутствия опытных специалистов в процесс сборки хотели роботизировать. Еще с такими автомобилями в Азербайджане хотели наладить производство мелкосерийных автомобилей в Брянске, Фольше и на производстве в Люблине, где выпускали грузовички Жук. Но из-за того, что страна трещала по швам и все силы, брошенные на реализацию этой идеи, ушли к коту под хвост. Так наш УАЗик с немного измененным дизайном оказался у рук поляков в 90-е годы. А после права на него выкупили Deo Motors и некогда УАЗ 3727 переименовали в Deo Люблин 3. У машины был двигатель на 58 лошадиных сил, независимую подвеску и немного переделанный внешний вид. Такой фургон продержался на конвейере до середины 2000-х. В 2004 году были попытки поставить производство этих авто на территории Республики Беларусь. Хотели их выпускать для нужд маршрутного такси, но эта идея с треском провалилась и не дошла до реализации. Редактор субтитров А.Семкин